Всем привет! На днях получила посылку с сайта iHerb и спешу поделиться с вами видео обзором. В этот раз стоимость посылки составила около 150 долларов, доставка примерно около недели. Что было в этой посылке? В этой посылке очень много БАДов для детей, также витамины для взрослых, БАДы для взрослых и БАДы для иммунитета, потому что уже зима, начинают люди болеть, впереди эпидемии, нужно позаботиться о своем иммунитете. Так, ну, наверное, начнем с БАДов для детей. В этой посылке вот у нас мультивитамины Flintstones, также Gumi King, тоже мультивитамины детские. Ну, пока расскажу про них. Так, значит, это у нас 60 жевательных таблеток, написано, что они с железом. Здесь у нас идет уже Gumi, то есть вот такие вот жевательные какие-то фигурки, я не могу понять. Нет, просто какие-то кусочки, не в форме каких-нибудь животных. Хотя мне кажется, что мультивитамины для детей нужно делать как раз вот такими интересными, потому что, особенно если детки маленькие, их не заставишь иногда съесть, а мишки какие-то очень-очень неплохо идут. Ну и, конечно, чем мне нравятся мультивитамины в таблетках, либо в капсулах, то, что в составе намного больше и качественный. Ну, конечно, это не об этих мультивитаминах, потому что здесь совсем небольшой ассортимент, можно сказать. Ну, есть основные А, С и Е, Д, В1, В2, ниацин, витамин В6, фолиевая кислота, В12, пантеиновая кислота и железо. Ну, в принципе, это такой основной состав витаминов, да, тут нет никаких природных компонентов, да, различных там антиоксидантов дополнительных. В общем, то, что обычно и улучшает качество витаминов. Вот, ну, в принципе, по составу мультивитаминов, да, все есть то, что нужно. Компания Bayer производит, неплохая эта компания, да, у нас и в аптеках, и очень часто можно встретить ее продукцию. Вот, что тут, различные ароматы, персик, вишня, апельсин и виноград. Вот, принимать одну-вторую таблетку для детей до трех лет, одну таблетку от четырех и старше. Так, ну, то есть в одной таблетке это все содержится, и это очень хорошо, что такие дозировки, да, мне нужно несколько раз в день уговаривать ребенка принимать эти витамины. Так, и эти витаминки Gumi King. Чем мне вообще не нравятся пектиновые витамины? То, что в них в основном большую часть вот этой вот жвачки составляет этот пектин, да, который, ну, по сути, бесполезен. Вот, здесь уже, ну, по составу витамин тоже довольно хороший состав идет. А, С, Д, Е, В1, В2, ниацин, В6, фолиевая кислота, В12, биотин, здесь дополнительно цинк, магний, также есть йод, холина и эноситол. Даже по составу они оказались лучше, только надо посмотреть, ага, здесь уже в двух, в двух жевательных таблетках, то есть и дозировки, конечно, значительно меньше, чем в тех витаминах. Поэтому я же говорю, здесь уже нужно две таблетки для детей двух-четырех лет, вот, а для детей старше четырех уже, конечно, еще больше таблеток. Поэтому, выбирая, конечно, вот такие жевательные в виде конфет, вы, ну, ребенку их, конечно, проще будет проглотить, но при этом вы будете получать меньше эффект. Так, значит, вот такие всякие брызгалки, капельки, гомеопатия даже детская есть в этой посылке. Так, ну, давайте начнем с гомеопатии. Это гомеопатический препарат Complete Colton Flu. То есть, вот такие 125 быстрорастворимых таблеток, которых нужно под язык класть ребенку. Скорее всего, они сладенькие. Ну, принцип гомеопатии, если не знаете, то почитайте, погуглите. Здесь очень такой спорный момент с гомеопатией. Здесь, кстати, по, вот как раз в составе есть экстракт печени утки какой-то, который в отсылококцинуме как раз действующий компонент. Причем разведение 200С – это то разведение, когда встречается одна молекула во Вселенной. Как раз это вот та степень разведения. Ну, Буэрон сделал состояние на этом экстракте печени утки, хотя там уткой не пахнет в этих препаратах. Но, и почему вообще мы должны употреблять эту печень утки, никто не понял. Ну, деньги делают люди. Кстати, очень многим помогает, что не странно, целококцинум. Вот, ну, я знаю, очень многие сейчас очень уважают гомеопатию, говорят, что это вот будущее и так далее. Ну, я считаю, что действие гомеопатии больше основано на эффекте плацепа. Потому что, ну, люди верят и выздоравливают, да, это хорошо. Но дети не всегда могут верить. Мама дает таблетку и дает, и иногда это не работает. Я пробовала гомеопатию на себе, на детях эффекта не было. Ну, наверное, все-таки доля моего скептицизма делает свое. Так, Гая Китс – это хиноцея, капли с хиноцеей детские. Вот это как раз вот штука очень хорошо работает для поднятия иммунитета во время болезни. То есть, хиноцею мы применяем исключительно во время болезни. Никаких профилактических приемов во время эпидемии гриппа и так далее. Это вот как раз тот препарат, когда вот появились первые симптомы, да, и пошла в ход хиноцея. Я сама детям даю хиноцею, правда, другой фирмы, но помогает просто на ура. Так, здесь, скорее всего, беспиртовой состав должен быть, так как это детская хиноцея. Чем обычно детская, да, отличается от взрослой. Да, как я и сказала, здесь вегетейбл глицерин и вода, то есть, овощной глицерин и вода. В составе хиноцея пурпурная, хиноцея ангустофоль, тифолия. В общем, какие-то виды, еще два вида хиноцей. Вот, поддерживает быстрый иммунный ответ. Ну, это очень хорошо, потому что хиноцея действительно, она очень хорошо стимулирует, да, иммунные клетки и помогает как раз при первых признаках простуды. Так, это спрей для горла, суперкидс. Травы и дети, да, называется. Так, что тут в составе? Тоже экстракты хиноцея, шиповника и... Боже, забыла, как он переводится. Листья тмина. Нет, не вспомню сейчас русский перевод. Так, что здесь? Три спрея нужно сделать. Хватает на 50 применений. То есть, ну, тоже это, скорее всего, не препарат, который снижает боль в горле и так далее. Это, скорее, вот такой препарат, который тоже стимулирует наш иммунитет. Почему удобно в виде спрея? Потому что слюны и железы, да, вот эти под языком, да, многие таблетки, которые должны быстро, да, подействовать, их помещают под язык. То есть, минуя кишечный тракт, они впитываются сразу в нашу кровь. Поэтому, чем хороши эти препараты со спреями, то, что они очень быстрого действия, потому что быстро попадают в кровоток как раз туда, куда нам нужно. Потому что всё-таки через кишечный тракт часть действующего вещества может потеряться. Поэтому и в основном вся гомеопатия на таких вот быстро растворимых таблетках, потому что, ну, по принципу она должна вот так вот без контакта с чем-то посторонним попасть туда, куда нужно. Дальше, раз уже пошли по детским БАДам, это масло печени трески, чистое, арктическое, от компании Chilled Life. Это тоже детский, производитель детских БАДов, да, это компания, даже вот название у неё такое Chilled Life, то есть для детей. Что в составе, значит? В составе у нас очищенное масло печени трески, да, и ароматизатор натуральный клубничный. Ну, очень-очень хорошо. Значит, для инфантов до шести месяцев, шесть месяцев один год, до одного года, от шести месяцев до одного года половина чайной ложки, и для детей двух-двенадцати лет одна-две чайных ложки ежедневно. То есть и у нас в одной чайной ложке это пять миллилитров, шестьсот миллиграмм ДШ, четыреста миллиграмм ЕПА и другие Омеги-225 миллиграмм. Ну, я хочу сказать, что да, здесь одной чайной ложки в принципе ребёнку хватит. До двенадцати лет не знаю, зачем нужно принимать две чайных ложки. Вот, витамин А сорок процентов, я смотрю, витамин Д десять процентов и витамин Е тридцать процентов. Ну, хороший БАД, детки обычно очень хорошо пьют вот такие вот с натуральным ароматизатором какой-нибудь клубничным, апельсиновым и так далее. Поэтому, я думаю, хороший препарат можно советовать. Мои детки тоже любят, кстати, в жидком виде, только какие-нибудь такие лимонные, вот, вот, вот что-то такое. Ну, тоже как бы аромат цитрусовый либо клубничный, это все детки любят. Ну, раз уже начали по иммунитету, давайте еще покажу. Это самбукол, это самбукол, это у нас черная элдолбери, тоже не скажу сейчас перевод, вылетела с головы, в общем, бузина, вот, бузина, черная бузина, экстракт, да, он тоже используется для поднятия иммунитета, для того, чтобы иммунитет запустился, запустился, в правильном направлении, да, против, при первых признаках вообще простуды, нужно что-то начинать делать, потому что, когда уже, в принципе, вы разболелись, там уже очень сложно, справиться, и там организм начинает усиленно работать, а вот как раз при первых признаках можно еще что-то исправить, то есть, болезнь просто затухнет в самом начале. Так, что здесь написано, что высокий антиоксидантный уровень, поддерживает иммунитет, да, кстати, при болезни очень-очень полезные антиоксиданты, почему говорят, что витамины А, С и Е, да, необходимо принимать при болезни, потому что и А, и С, и Е, это как раз мощные, очень мощные антиоксиданты. Так, тоже для детей и взрослых от 4 лет принимают 2 чайных ложки ежедневно, на 23 приема. Ну, в принципе, так, что здесь, глюкозный сироп, ну, конечно, если у вас есть проблемы с сахарным, да, с уровнем сахара в крови, сахарной диабет, то обратите внимание, он вам, конечно, не подойдет. Вот, ну, так как рассчитан в основном на деток, то отлично, что он сладкий и дети не будут противиться тому, чтобы его принимать. Так, СРЦ, это как раз витамин С, да, который является очень мощным антиоксидантом и это единственная форма, которую можно вообще советовать для приема людям. Почему? Потому что она не кислая, да, то есть она стабилизированная и не раздражает стенки желудка, то есть не повышает кислотность, ни, ни коим образом не может вызвать какие-то неприятные ощущения, а также не приведет к гастриту, к язве, так как это может сделать обычный витамин С. Также здесь, что очень важно, помимо того, что витамин С должен быть в форме эстер, С обязательно он должен идти с цитрусами и биофлавоноидами. Это такие вещества, без которых витамин С в принципе не усваивается. Почему? Ну, что такое биофлавоноиды? это вот когда чистите апельсин или мандарин, вот это вот как это сказать, облако, аромата, которое летает вокруг, витает, эти мелкие капельки, это и есть вот эти биофлавоноиды, которые дают этот приятный запах. И без них так, здесь упаковочка на 120 капсул. Принимать, так как здесь 500 мг, для профилактики ежедневно принимать 500 мг в день, то есть одну капсулу это вполне достаточно. Во время болезни, конечно, можно принимать по 2 капсулы, больше не стоит, потому что витамин С все-таки разжижает кровь и не нужно. И участвует он в кроветворении, там шутить обычно с этим не стоит. Что здесь из цитрусовых биофлавоноидов? Вообще чудесно, я смотрю, цитрус, лимон, фрукт, апельсин, тангерин, это кто такой, лайм, лимон, ацерола, рутин, гисперидин, комплекс, ну вообще чудесный этот комплекс биофлавоноидов, 400 мг в 2 капсулах, то есть в 1 капсуле вы будете получать 200 мг биофлавоноидов, это вполне достаточно для ежедневной дозировки. Кстати, не забывайте, что витамин С также участвует в синтезе коллагена, если вы заботитесь о своей красоте и молодости и употребляете допустим коллаген, то убедитесь, что у вас либо коллаген с витамином С, либо дополнительно принимаете эстер С для того, чтобы поддержать усвоение коллагена, ну и выработку естественного коллагена. Что здесь еще написано, что-то тут нейтральный МПАШ и так далее, ну в общем ничего интересного, все что нужно я вам рассказала, то есть хорошая добавка, я сама ее принимаю, больше добавить просто нечего. Так, давайте посмотрим, что это, это у нас магний оптимайзер, то есть добавка для, здесь не один конечно магний, здесь витамин В6, магний и потасиум, да, то есть это такая успокаивающая добавка как раз, таурин еще есть в составе, который расширяет сосуды, да, и тоже снижает какое-то напряжение, давление, вот, в двух таблетках магния здесь 100 мг, потасиума 50 мг и витамина В6 2 мг, ну, такая успокаивающая добавочка конечно, но здесь написано поддерживает расслабление мышц, участвует в образовании костной ткани, да, то есть магний нам все-таки необходим, единственное, что, конечно, хочу сказать, что 100 мг магния это мало, мало для взрослого человека, еще если учесть, то это в двух таблетках, поэтому лучше присмотритесь к препаратам магния, где, ну, он, конечно, должен быть хилатной форме, это само собой разумеется, но при этом для женщин дозировка где-то 300 мг магния в день, то есть здесь нужно выпивать 6 таблеток, и это не очень выгодно, то есть, ну, кстати, вот у нас магния B6, да, в аптеках, которые продаются, там тоже 50 мг в одной таблетке, поэтому там и дозировка 6-8 таблеток, то есть 8 таблеток для мужчин, 6 для женщин, потому что дозировка магния для мужчин на 100 мг больше, вот, особенно беременным нужно, почему магния прописывают беременным, для того, чтобы снижать напряжение, напряжение, тонус, и так далее, так, ну, давайте поговорим о красоте, нашей молодости, волос, нашей молодости, да, волосах, кожи, ногтях, так, здесь Naturous Bounty, это мультивитамины, вот такие жевательные тоже, для волос, ногтей, кожи с биотином, 2500 мкг в дозе, да, а доза у нас тут 2 жевательные таблетки, то есть биотин против выпадения волос с дозировкой 5000 мкг, это значит, необходимо принимать по 4 таблетки, для того, чтобы увидеть как раз тот эффект, который мы и желаем, чтобы волосы были крепкими, сильными, не выпадали, что еще в составе, витамин С, витамин Е, ну, в принципе, с таким же успехом можно было купить обычный биотин, бы вышел, наверное, дешевле, хотя это тоже баночка недорогая, около 7 долларов она, по-моему, стоит, в общем, ну, биотин в дозировке 5000 мкг, это как раз рабочая дозировка для этих целей, когда вам нужно уменьшить выпадение волос, но при этом эффект такой временный, то есть вы принимаете биотин, волосы не выпадают, то есть вот даже на расческе заметно, прекращаете, все возвращается буквально через неделю-две, поэтому, ну, потому что биотин, это витамин группы В, он не накапливается в организме, он водорастворимый витамин, он просто выводится из организма, поэтому его нужно принимать, ну, ежедневно, да, для того, чтобы поддержать эффект. Так, и гиалуроновая кислота, 50 мг, здесь еще в составе есть сера, то есть это скорее гиалуроновая кислота для суставов, для связок, то есть у кого есть проблемы, а проблемы есть у многих людей, у женщин в основном от каблуков, от каких-то нагрузок на ноги, да, на руки, если там были какие-то травмы, кто-то, может быть, спортом занимался, занимается, да, и травмировал суставы, вот, поэтому гиалуроновая кислота тоже вам поможет, чем она поможет, раз уже заговорили о гиалуроновой кислоте, давайте я покажу и глюкозамин с хондроитином, с серой, с тоже гиалуроновой кислотой, коллагеном, что они делают, гиалуроновая кислота, она создает, то есть она удерживает жидкость, да, то есть удерживает жидкость ваших суставов, вот эта вот суставная жидкость, она препятствует разрушению суставов за счет того, что она уменьшает трение суставов друг от друга, вот, вот ее действия, в принципе, вот, ну и поэтому для кожи как бы она тоже применяется, так как помогает удерживать влагу, да, в коже, и при этом препятствует ее обезвоживанию, эта добавка, конечно, она получше, потому что в составе есть глюкозамин, который восстанавливает хрящи, как раз эти суставы, да, хондроитин, который также является смазкой, ну и также в составе есть сера, которая тоже участвует в образовании костной ткани, суставной ткани, вот, поэтому очень хорошая добавка, я вот, кстати, месяц назад возобновила прием и заметила, конечно, существенные улучшения и исчезла боль при ходьбе по лестнице вверх-вниз и на фитнесе себе позволяю достаточно много и приседания стали намного эффективнее, да, если раньше я приседала так в полсилы, то сейчас колено практически не беспокоит, это очень-очень радует, учитывая, что я принимаю всего лишь месяц по две таблетки в день, это очень хороший результат, то есть приобретаете, вообще, какая схема приема глюкозамина, первый месяц принимаете по две таблетки в день, то есть 60 таблеток у вас уходит на первый месяц, остается 60 таблеток, и вы переходите на схему по одной таблетке в день и до трех месяцев, то есть пропиваете этот курс, если помогло, если позволяют средства, можно заказать еще глюкозаминокомплекс, пропить еще, ну, вообще, это такая добавка, которая, если у вас проблемы с суставами, то желательно, вообще, постоянный прием, ну, я, конечно, делаю перерывы, потому что, ну, перестает болеть, сразу расслабляешься, как только все возвращается, опять вспоминаешь о спасительном глюкозамине, но добавка очень хорошая, поэтому рекомендую всем, так, это у нас алгар, витамин Е, 100 и У в одной мягкой капсуле, такая, софт гел, это желатиновые капсулы внутри, с жидкостью, с маслом, так, чем хорош этот витамин Е, потому что здесь смесь токоферолов, здесь Д, гамма, Д, альфа-гамма, альфа-делта и альфа-бета токоферол и альфа-токоферол, в общем, 67 мг, это достаточно хорошая дозировка в одной капсуле, принимать по одной капсуле, витамин красоты, поэтому, и при этом он мощный антиоксидант, да, и очень хорошо, что он вот такой вот смесь токоферолов, то есть, они действуют очень-очень хорошо в смеси именно. Так, пантеиновая кислота, витамин В5, честно говоря, не знаю, для чего ее заказывают отдельно, здесь написано, поддерживает продукт производства энергии, ну, не знаю, вот здесь я смотрю, 10 тысяч процентов дозировка, 500 мг, честно говоря, ничего не могу про нее сказать, не изучала, не читала, вот, девочка заказала, ну, наверное, для чего-то нужно, если вы знаете, для чего, пожалуйста. Так, идем дальше, это у нас веганский коэнзим Q10, ну, и сразу его покажу с омегой, это ДШ-250-125-ЭПА, это омега-3 жирные кислоты, вот в такой вот пропорции, то есть, 2 к 1, в двух капсулах 1 грамм концентрированного рыбьего жира и 750 мг, то есть, в двух капсулах у вас 750 мг чистой омеги, то есть, маленькие какие-то капсулы, что ли, ну, да, небольшие капсулки, то есть, удобно глотать, но при этом количество капсул, это на по 2 капсулы, ну, на 2 месяца, и при этом здесь 70%, то есть, рыбий жир здесь концентрированный, необычный 30%, вот, почему хорошо принимать омегу-3 с Q10, потому что вместе они очень хорошо воздействуют на сердечную мышцу, да, на поддержание здоровья сердца, сосудов, ну, и вообще для здоровья и молодости. Так, здесь, конечно, дозировка коэнзима Q10 очень маленькая, 25 мг, хотя бы нужно 100 мг взрослому человеку, при этом он здесь еще и жевательный, но он, конечно, очень недорогой, форму убекинон, нол, то есть предпоследняя буква не N, а L, для того, чтобы он лучше усваивался, он намного лучше усваивается и намного лучше действует, но и стоит, конечно, дороже, поэтому смотрите, решайте сами, позволяя средства, то берите убекинол. Так, здесь метил-B12 и метил-фалат плюс P5P, это витамин B6 в такой очень хорошей форме, передоксал 5-фосфат, вот, ну, здесь такой витамины группы B, B6, B12 и фолиевая кислота в хорошей очень форме, усваиваемой, поэтому если цена у нее очень немаленькая, там, по-моему, около 20 долларов, это упаковочка на 60, леденцов или как правильно назвать, перевести лозенгис вот, с ароматом вишни, ну, вообще, кому хорошо принимать, хорошо принимать веганам, да, вегетарианцам, у которых обычно нехватка витамина B12, ну, хорошо принимать, я так понимаю, при беременности, при подготовке к беременности, потому что фалат, это фолиевая кислота в удобоваримой форме и витамин B6, который способствует расслаблению, поэтому добавка неплохая, но цена, конечно, оставляет желать лучшего, лютеин от Gero Formulas, 20 мг лютеина, это у нас в одной капсуле, да, в одной капсуле 20 мг лютеина, это очень-очень хорошая дозировка, зентексатина 4 мг, неплохая, можно по одной капсуле, да, одну капсулу в день с едой, ну, лютеин вообще нужен для глаз, поддерживает здоровье глаз, особенно люди, которые много проводят времени за компьютером, а кто сейчас мало проводит времени за компьютером, даже у всех практически работа за компьютером, поэтому лютеин иногда покупайте, пропивайте, так, это витамин D3, дозировки 2000 иу от компании Now Foods, 120 капсул, принимать по одной капсуле, в принципе, вполне достаточно, потому что 2000 иу, если вы знаете, в России принятая ежедневная дозировка, это 400 иу, но в Америке все пьют не меньше 1000 иу, ну, там у них вот есть на их херб знаменитый доктор Мюри, и он вообще рекомендует около 5000 иу принимать, не разобралась я еще до конца в значимости этого витамина с дозировками, поэтому сама пропиваю дозировку 1000 иу раз где-то в 2-3 дня, в общем, как вспоминаю, особенно сейчас зимний период нужно, конечно, потому что витамин D очень важен для костей, для вообще для образования костной ткани, плюс он во многих процессах участвует, поэтому нужно пропивать, особенно в зимний период. Так, это компания ZELIC, значит, заказала тональный крем оттенок Light, очень мне нравится, у меня уже несколько, несколько раз его заказывала, и Light, и оттенок Fair, Fair, конечно, вообще прозрачный, этот хоть дает какой-то цвет, крем приятный, не вызывает, не забивает поры, не вызывает появления кне, при этом имеет SPF 20, единственный его недостаток это то, что он дает блеск, то есть дает сияние, которое специально для чего-то сделано, но, конечно, создает эффект какого-то жирного блеска, поэтому я сверху наношу пудру, и, в принципе, неплохо выгляжу в течение всего дня, мне он очень подошел, особенно то, что он не забивает поры, это очень-очень важно, ну, и при этом SPF 20 это неплохой уровень, потому что нужно использовать SPF, косметику с SPF, особенно корейская косметика, корейские красавицы вообще просто повешены на SPF фильтров, потому что они считают, что как раз вот, ну, это правильно, от солнца как раз кожа и стареет, так, это сыворотка для лица с витамином С, антивозрастная, тоже от Азелик, это вот открытие, буквально пару месяцев назад я сделала это открытие, для себя очень хорошая сыворотка, мне очень нравится, заказываю про запас, пока она идет по акции, потому что сыворотка действительно достойная, в отличие от гиалруновой сыворотки, в которой был глицерин, который забивал поры, вызывал появление акне, это вообще чудесно, здесь нет в составе глицерина, но при этом прям все, что нужно, все тут собрали, и эстракт водорослей, алгаи, и гиалруновая кислота, и жжобая, гидролизованная тут, ну, в общем, все, что нужно, и действует она очень хорошо, она немножко отбеливает эта сыворотка, при этом увлажняет, омолаживает, питает различными витаминами, ну, в общем, я очень, и очень ею довольна, единственное, что ее нужно наносить под ночной крем, кстати, тоже компания Азелик, пользуюсь кремом, и тогда она не вызывает сухости, потому что все-таки на сыворотку нужно наносить крем, потому что, ну, так нужно, чтобы она крем брала и вот в кожу туда, прям с залету, так, это у нас бета-стевия на глицерине, без вкуса, такая самая простая, беру ее маме, маме нравится без ароматизаторов, себе предпочитаю с ванилью, с французской ванилью, либо с английским тофи, ну, это, в принципе, тоже неплохая, здесь такое разобрать, попробовать, естественно, вкус стевии, вот, но все-таки мне нравится с ароматизаторами, такое что-то необычное, и помогает разнообразить, допустим, порцию творога, либо какой-нибудь напиток, чем хороша стевия, это единственный натуральный подсластитель, да, который не имеет калорий, не поднимает сахар в крови, достаточно всего двух-трех капель максимум на чашку того же чая, для того, чтобы он стал сладким и вкусным, поэтому, единственное, что вкусу стевии нужно привыкнуть, но я уже на стевии года два-три, поэтому для меня уже сахар невкусный, для меня уже стевия вкусная, поэтому здесь дело привычки, попробуйте, возьмите лучше с ароматизаторами, если вы боитесь, что вкус стевии вам не понравится, так, ну и детский, по-быстренькому покажу, это детский бальзам с ромашкой календулой компании Бангер, вот такая баночка, ну, я так думаю, что для каких-то, может, укусов, каких-то раздражений, в общем, состав такой натуральный, натуральный, ну, как для детского бальзамчика, и вот такая вот приятная щёточка с пепой пик, детки мы увидели, прям восхитились, но это не им, с таймером, то есть нажимаете на кнопочку, даете ребёнку, и пока горит лампочка в течение двух минут, он должен чистить зубы, очень-очень хорошо, то есть ребёнок, вы видите, сколько ребёнок чистил зубы, да, пока лампочка не потухла, пусть стоит и чистит, очень хорошая привычка, потому что мои дети чистят зубы за пять секунд, и я всегда борюсь с этим, заставляю перечищать, заставляю, проверяю, если остался налёт, показываю, объясняю, что нужно всё-таки подольше это делать. Всё, всем спасибо за внимание, обязательно подписывайтесь на канал, ставим лайки, не забываем поддерживать канал, вводим код канала при оформлении и покупке, тем самым вы мне скажете спасибо и поможете в развитии канала, потому что чем больше реферальных баллов, тем больше посылок и обзоров. Найдите меня в Одноклассниках, ВКонтакте, по возможности постараюсь ответить, в Ютюбе у меня все руки не доходят отвечать, потому что для этого нужен компьютер, там удобней, а за компьютером я бываю редко, в основном на работе, а на работе, сами понимаете, некогда. Всё, всем спасибо за внимание, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,